Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я сегодня хочу вам показать свои пустые баночки, которые у меня все копятся и копятся. Копятся и копятся! И я никак не могу заставить себя это сделать и снять вам такое видео. Про декоративную косметику и свои ароматы, которые у меня закончились, уже снимала видео. Я где-нибудь оставлю вам ссылочку, подсказочку. Проходите! Я это видео снимала не одна, с прекрасной девушкой, которую зовут Анна. Тоже блогер, она тоже снимала пустые баночки совместно со мной. И да, уже пустые баночки накопились до такой степени, что мне просто некуда их девать. И везде-везде они у меня, значит, валяются, эти пустые банки. Давайте не будем долго тянуть время. Я сначала вам покажу, чем же я стирала в этом месяце. А может быть, уже прошло два месяца с тех пор, как я в последний раз снимала такого рода видео. Поэтому да. Самое первое, что я вам покажу, это вот такое средство, которое я покупала в фикс прайс, по-моему. По-моему, да, в фикс прайс за 99 рублей. Средство для стирки. Концентрированная, жидкая, лоск актив гель. Горное озеро называется аромат. И здесь номинальный объём 1 литр, 460 миллилитров. Очень мне понравилось такое средство. Оно такое, мне кажется, мягкое. Нормально отстирывает бельё. Оно такое в меру жидкое. И у него очень такой приятный, концентрированный, свежий аромат. Очень мне нравится такой аромат. Средство такого голубоватого оттенка. Здесь колпачок мерный. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Поэтому могу порекомендовать. Фикс прайс за 99 рублей. Мне кажется, это вообще копейки. Копейки за такое средство. Эффективное удаление пятен. Бережные отношения тканям. Вот бережно относятся к тканям. Это 100%. Следующее, что у меня закончилось в этом месяце, это были вот такие пробнички. Саше пакетики от Фаберлик. Здесь и концентрированный стиральный порошок универсальный. Примерно одной упаковки мне хватает на 2 стирки. Здесь 40 грамм. Но иногда я прям, если много вещей, и они такие грязненькие, я прям целую упаковку высыпаю. И классно отстирывает. Артикул 115-45, кому интересно. В Фаберлик они иногда бывают по очень хорошей цене. Поэтому я иногда заказываю. И вот прям удобно использовать. И тоже вот такой концентрированный стиральный порошок. Это уже для цветных вещей. Тоже мне нравится. Артикул 115-46. Классная вещь. Прям вот удобно, знаете. И следующее, что у меня закончилось тоже в этом месяце. Тоже я прям, знаете, подсела вот на такие, как их называют? Помнила, капсулы. Написано, что это средство моющее, синтетическое, жидкое, в растворимых капсулах. Здесь 13 капсул по 27 грамм. Всего получается вот в этой упаковке, это Ариэль, было 351 грамм. Вот этого вот средства. Очень удобно, очень удобно. Я прям вот подсела. Вы знаете, у меня сейчас в ванной стоят такие же капсулы, только для белых вещей. От Тайт тоже очень удобно. Прям берешь капсулку, кидаешь в машинку и все. Здесь три в одном. Здесь и пишут, что и кондиционер сразу содержится. Но вы знаете, кондиционер я отдельно тоже добавляю. Просто супер. И по скидке, по-моему, я вот эту покупала за 200 рублей. Классно. Я вот в следующий раз тоже куплю эти капсулы. Вот этот аромат мне не сильно нравился. У этого аромата был, знаете, такой яркий аромат мыла. Поэтому не сильно понравился аромат. Но классно отстирывает и очень-очень удобно. Следующее, что у меня закончилось, вот из этой серии, может быть, еще попадется. Вот такой бальзамчик. Мой самый любимый. Это от Фаберлик. Укрепление от корней до кончиков. Для ослабленных и склонных к выпадению волос. Артикул 0867. Кто меня просматривает, кто смотрит мои видео, вы уже давным-давно знаете, да, что я обожаю такие бальзамы. Но эту серию уже вывели, к сожалению. Сейчас новая серия. Ботаника называется. А эта серия называлась Этноботаника. И шампунь тоже, кстати, закончился. Вот это моя самая любимая серия была для окрашенных волос. Шампунь. 250 миллилитров. Он был не кремовый, он был такой гелевый. Обычный шампунь. Тоже вполне обычный шампунь для моих волос. У меня волосы нормальные, склонные к жирности. Хорошо очищал. Промывала я их два раза этим шампунем. Кто смотрит мой канал, мои видео, знаете, да, что я обожаю этим мылом. Сейчас, кстати, этим мылом я даже умываюсь. Некоторое время назад я умывалась вот таким средством. Оно у меня закончилось и перешла опять вот на это мыло. Умываюсь прям, вот знаете, смываю косметику. Вот эти мыла классно справляются с косметикой, с любой косметикой. И со стойкой, и с тоналкой, и с тушью. Вообще супер мыло. Там очень много содержится крема, да, по-моему. Ну, классное такое кремовое мыло. И вот такое средство я закончила. С большим удовольствием пользовалась. Это нежный гель-крем для интимной гигиены от Green Mama, Мать и Мачеха и масла чайного дерева. Я это средство использовала не по прямому назначению, да. Я использовала как гель для умывания. Супер! Прям вот классно смывают косметику. Запах, конечно, не очень, потому что здесь содержится масло чайного дерева, которое, кстати, подсушивает мои прыщики. Я не знаю, зачем это масло чайного дерева они добавили для геля, для интимной гигиены, конечно. Но вот для лица это супер, знаете. Прям супер-пупер. Здесь очень большой объем, 300 мл. Если увижу такое средство в продаже, я сейчас очень мало хожу по магазинам. Просто я все заказываю как бы онлайн. Там Фаберли кое-что закажу. Поэтому я не встречала в продаже, но если встречу, то обязательно-обязательно куплю. Следующее, что закончилось, это не у меня закончилось. Это передала мне моя мама. Я уже рассказывала, да, что она тоже копит эти пустые баночки. Ой, над ней, конечно, это хохма, девчонки. И она и декоративную косметику тоже мне передала. Говорит, расскажи, расскажи, потому что же это ты мне давала, это твои пустые баночки. Я говорю, ладно, ладно, расскажу. И вот, она, значит, закончила вот такой ультрапитательный крем для тела, рук и лица. Это Фаберлик серия Зима. Ультрапитательный крем для лица, рук и тела с маслом семян малины. Артикул 0910. Здесь 170 мл. Мама сказала, что ей очень понравилось. Но она любит такие средства. Вы знаете, она ими и руки намажет, и ноги намажет. У нее вот кожа не такая жирная, как у меня. У нее кожа такая нормальная, склонная к сухости. Ну, такая возрастная кожа, да. И она сказала, что это прям супер средство. Ну, я ей обязательно тоже закажу как-нибудь, потому что сейчас, наверное, выйдет такая уже серия Фаберлик. И моя мама тоже вот такое масло для тела прибила. Витаминное крем-масло для тела, смородина и ежевика. Вы знаете, я всегда, вот когда выходят вот такие новиночки, или то, что я не пробовала, я заказываю сначала для себя. Два раза намажусь. Нет, думаю, это для меня слишком жирно. И отдаю или своей сестренке, или своей маме. И они прям такие радостные, потому что у них кожа не такая, как у меня. Я не знаю, в кого я, конечно, пошла. Но вот им вот такие масла, очень классные крем-масла подходят, а мне нет. Артикул 2382, и здесь уже 150 мл. Это закончила моя мама тоже. Следующее, что я закончила в этом месяце, это такая краска от Фаберлик. Ботаника. Это новинка, вот, была недавно, да, горький шоколад 4.0. Сейчас вот я смотрю на свои корни, я только вот корни окрашивала этой краской. Я смотрю, и, наверное, две недели прошло с тех пор, и уже краска подсмылась. И мне нужно, если я буду еще заказывать такую краску, мне нужно брать более темную краску, потому что вот эта краска оказалась для меня светловатой. Может быть, поэтому она мне не очень понравилась, но она такая, знаете, приятная, действительно кремовая. Это стойкая, питательная крем-краска написана. Здесь содержится натуральное масло и фито-кератин. Но если я буду покупать такую краску, то я буду брать прям вот темный такой оттенок, чтобы мне подходил. Следующее, что у меня закончилось, это закончились вот такие вот ватные палочки, очень классные. Кстати, мне нравятся такие ватные палочки. Я самая, 100% хлопок, здесь было аж 200 штук. Вы знаете, они были нескончаемые, но я их все-таки закончила. Классная упаковка такая, удобненькая, знаете, мне понравились. И еще я добила вот такие ватные диски, я самая, нормальные диски, такие обычные диски. Здесь типа, наверное, с прошитым краем, да, непридирчиво вот к этим вот средствам, да, вот эти диски, ватные палочки. Вот лишь бы были. Ну, конечно, не такие трухлявые, как вот эти, например, да, вот эти вообще, по-моему, были такие трухлявые-трухлявые. КТ-диски ватные с ионами серебра. Вот эти вот, ну, прям такие были, ни о чем. Так, следующее, что у меня закончилось, конечно же, ваш любимый тоник, который я каждый раз вам показываю, и вы каждый раз мне пишите, Эля, ты что, его пьешь, что ли? Нет, девчонки, я его наношу на лицо. Я люблю прям вот от души, значит, налить на ватный диск, протереть все лицо, шею даже. Даже просто супер, это ультра-клингрин от Фаберлик, тоник для жирной и проблемной кожи. Супер тоник, прям вот я сейчас пользуюсь, девчонки, вот еще одну упаковку добиваю. У меня еще есть в запасниках еще одна упаковка, но нужно будет уже заказывать. Классный тоник, супер тоник, просто для моей проблемной кожи, прям вот класс. Следующее, что у меня для волос, да, закончилось, это маска, новинка. Была недавно у Фаберлик, маска из серии Эксперт. Это маска для активного питания волос с аминокислотами. Она была такая красивая, обалденно приятный аромат, какими-то ягодками. Очень была густая такая, знаете, она была даже такая перламутровая. Знаете, я бы не сказала, что это маска для волос, меня как-то впечатлило. Написано, что это для всех типов волос, но я вот такие средства, да, не наношу на корни, я только наношу вот на длину. Я бы не сказала, что она меня впечатлила, потому что здесь написано, что на одну, две, три минуты можно наносить. Я наносила минимум на пять минут на свои волосы, даже 15 минут держала. Но ничего такого вот сверхъестественного от этой маски я не увидела. Она работала, как обычный бальзам. Вот этот бальзам, который ботаника, да, вот примерно вот так вот эта маска и работала. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы был такой эффект, вау, да, сколько нужно держать эту маску на волосах. Но она не сделала того, что я ожидала. Поэтому, наверное, не буду больше повторять. Следующее, что от Фаберлик у меня закончилось, это вот такой бальзам. Девчонки, очень давно вот эта пустая баночка стояла у меня. Здесь даже она не пустая, немножко осталась. Я это средство покупала еще для своего сына. Это бальзам номер три с черникой и эхинацеей. Артикул 153.33. Улучшает зрение, хорошо действует на глаза. Здесь, значит, и вода, фруктоза, соки яблочные всякие, ну, всякие такие, знаете, натуральные вещи. Но я ничего от него не заметила, тоже пару раз пробовала. На вкус так себе не очень. Конечно, наверное, такие средства нужно употреблять постоянно, да, зная, что ты делаешь. Но это не... с нами не работает такая система. Следующее, что у меня закончилось, вернее, не у меня, а у моего мужа, он закончил вот такой вот дезодорант, антиперспирант, карандаш. Отдав, нам дарили это средство, а моему мужу нравятся вот такие вот твердые средства защиты, да, антиперспиранты. Написано, что 48 часов защиты без белых следов. Ему понравилось это средство, сказал, что если что, можно будет повторить. А у меня закончилось вот такое средство. Это свежесть нон-стоп, леди спит стик, 24 часа дыхания свежести. Мне тоже нравятся такие вот твердые антиперспиранты. В следующий раз, если попадется там с какой-нибудь скидкой, можно будет повторить. Такой яркий аромат у этого антиперспиранта было. Следующее, что закончилось, у меня закончились вот такие вот освежители воздуха. Айрвик до 60 дней свежести. Очень нам нравятся такие вот освежители с мужем. Классные, супер-пупер. Конечно же, с освежителями от Фикс Прайс не сравнится, потому что вот здесь намного мягче такой аромат. И освежители от Фикс Прайс у меня оседают в глотке, когда я вот непосредственно нахожусь, да, вот в ванной комнате у нас такой вот распылитель стоит. И когда я нахожусь в ванной комнате, и не дай бог вот освежитель от Фикс Прайс вот брызнул, да, у меня прям в глотке оседает, я начинаю кашлять. А вот от этого нет. От этого я не кашляю. Классные, прям такие очень нежные ароматы. Мне нравятся. Следующее, что закончилось, это было вот такое жидкое мыло. Наша семья очень любит жидкое мыло подобное. Это Фаберлик. В этот раз мы закончили мятный шоколад. Это аромат, да, так называется. 22-29. 300 мл. Классное мыло. И вот я еще одну упаковку мыла. Вот так только что вот нашла, не показала вам. Ну, вы уже слушали, да, мой отзыв. Следующие пустые баночки, это вот такие вот две зубные пасты. Первая зубная паста мне приходила на обзор. Это Биомет. Тройная система отбеливания эмали. 30 секунд. Понравилась нам эта паста, но чуть-чуть не хватило свежести. Даже муж сказал, что вот эта паста, для него не хватает вот этой вот свежести, именно ментоловой свежести. А для меня нормально. Эта паста была такого, знаете, серого оттенка. Не черного, а серенького оттенка. Ну, хорошая паста, можно покупать. И следующая, вот эта паста, да, мягкое отбеливание от Фаберлик. Обратите внимание, обратите внимание, мои дорогие, потому что артикул 22-54. Я сначала не поняла. Я вот второй раз заказала вот такую пасту, но в первый раз, по-моему, я про нее не рассказала, потому что, как бы, все это все вместе. Я сказала, что она классная, супер-пупер. Но нет, девчонки. Вот это вот именно мягкое отбеливание, очень-очень ядреная, очень ядреная паста. У меня от этой пасты, вы знаете, вот эта слизистая во рту, она отшелушивалась. Вы представляете? Когда я чистила этой пастой, еще я думаю, блин, что-то как-то вот щиплет. Муж, конечно, ничего не сказал, у мужа все в порядке, но у меня прям вот от этой пасты отшелушивалась слизистая во рту. И я еще запомнила, что когда я буду снимать пустые баночки, что мне нужно обязательно вам про это рассказать. Вот запомните, артикул 2254, у кого вот чувствительное это все дело, да, лучше не покупать. Лучше не покупать, там есть другие пасты, те нормальные. Но вот это вот, по-моему, я уже второй раз беру. И вот в этот раз, наконец-то, я вспомнила, что нужно рассказать про это дело обязательно. Следующее, вот я нашла еще шампунь. Вот этот шампунь добил мой муж. Ему очень нравится такой шампунь, он всегда просит, чтобы я покупала. Такой шампунь часто продается в пятерочке по очень хорошей цене, поэтому я не упускаю шанс и всегда покупаю такой шампунь именно два в одном. Именно два в одном от Head & Shoulders. А я закончила вот такой шампунь. Это шампунь от DAV, тоже покупала по очень хорошей цене, по-моему, в пятерочке. Я как-то даже во влоге, по-моему, показывала вам этот шампунь. Большой объем написано, 380 мл. Интенсивное восстановление, мне нравится. Шампунь от DAV. Следующее, что я вам покажу и, наверное, буду заканчивать, я вам покажу вот такую умывашку корейского происхождения. Посмотрите внимательнее. Если вы увидите в продаже такую вот умывашку, обязательно берите, девчонки, суперсредство. Этой умывашки не хватило на полгода. Нужно прям горошинку. Одну маленькую горошинку растираете, между ладошками появляется очень густая пена. Вы знаете, пена похожа на мужскую пену для плетья. Умываетесь, и лицо свеженькое, чистенькое. Я, конечно же, вот этой умывалкой не смывала свой макияж, потому что здесь содержится салициловая кислота. Это специальная умывалка для проблемной кожи, как у меня, да, с прыщиками, потому что они добавили салициловую кислоту, чтобы вот эти прыщики подсушивались. Здесь 150 миллилитров, посмотрите, я вам поближе ее покажу. Почитайте, и если вы увидите, да, вот у кого проблемная жирная кожа, обязательно приобретайте. Обычно такие корейские средства продаются вот в корейских, да, в магазинах. Следующее, что я вам, наверное, покажу, и последнее, что я вам покажу, потому что уже время подходит к концу, у меня сейчас сядет камера. Последнее, что я вам покажу, это вот такой дезодорант-спрей для ног с технологией нейтрализации запаха. Это компания Avon, 75 миллилитров, очень маленькая упаковка. Хватило мне этого дезодоранта, ну, на раз, наверное, 7-8. Но работает неплохо, я вам скажу, и пахнет тоже неплохо. Но очень уж маленькая упаковка, очень маленькая упаковка. Было такое интенсивное распыление, но не мокрое, распыление такое пудровое, да. Но, наверное, белый налет все-таки оставался на ногах, если много распылить. Но хорошо действует, прям вот запаха нет абсолютно. Все, я больше вам ничего не буду показывать. Здесь еще остались пустые баночки, но это, наверное, на следующий раз, потому что заканчивается время. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Если вы досмотрели мое видео, вы просто мои богини. Я вас всех очень люблю, по всем вам скучаю. Пишите обязательно мне комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok